Я хотел бы взять некоторое время, чтобы обратиться к Слову Божьему и поговорить, как мне кажется, очень важную заданную тему. Иисус Христос с Самарянкой, мы цитируем это нередко, задал интересный тон, поднял очень важный вопрос. Он говорит об Отце Небесном, который ищет для себя поклонников, которые будут поклоняться Ему в духе и в истине. Нередко мы в церквях дискутируем насчет того, что поклоняться как? Тише, громче, стоя, на коленях, под музыку, без музыки и так дальше. Что есть в духе? Что есть в истине? Я хотел бы поговорить несколько на другом, сделать акцент на другом заявлении Иисуса Христа. Послушайте, как Он сказал. Отец Небесный ищет себе поклонников. Вот главное слово «себе». Оказывается, еще кто-то заинтересован в поклонниках для себя. Ровно так же, как Бог заинтересован в поклонниках для себя, кто-то еще заинтересован в поклонниках для себя. Поэтому, когда я слышу эту информацию, которая звучит из уст Иисуса Христа Спасителя, я тогда задаюсь вопросом, а чей поклонник я? А кому поклоняюсь я? Правда ли, что я поклоняюсь Ему? И больше никому. Думаю, что это интересная и полезная тема для нас во свете последних событий, с которыми мы сталкиваемся. Я напомню и озвучу. Это практическая наша жизнь. Вы знаете, не так давно случились события, которые происходили в Миннесоте. Там погиб мужчина, black man, черного цвета кожи. Вот. И поднялся огромный шум. Общество бурлило, шумело, оценивало. Каждому из нас в колуарах, в коридорах, высказываясь, необходимо было как-то свою точку зрения сформировать для себя. Понимаете, служителям, церкви, пасторам тоже нужно было отвечать на подобный вопрос. Как-то корректно, аккуратно и тем не менее иметь свою точку зрения. Я был вынужден перед теми, кто у меня спрашивали, ответить, сформулировать для себя свое понимание этих событий. На этот счет буквально выскажусь в нескольких минутах. Во-первых, так как я воспитан и мое мнение сформировано на священных писаниях, я понимаю, что я против всякого насилия в любом случае. По национальному признаку, политическому, социальному, любому иному. Если происходит насилие, и оно еще и заканчивается смертельным исходом, Ну, конечно же, я как христианин не могу мыслить иначе. Я против этого. Это моя точка зрения. И, казалось бы, я ответил на заданный вопрос. Но потом для меня последовались следующие вопросы. В той или другой ситуации я должен преклониться перед людьми определенного цвета кожи, во-первых. Во-вторых, я должен извиниться за агрессию в их сторону и так дальше. Ну, если я христианин. И я тогда задал для себя вопрос. Должен ли я это делать? Обязан ли я это делать? Имею ли право я поступить вот так, а не иначе? Извините, это объективная реальность, в которой живем мы и наши дети. Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, я обратился к хронологии, к моей небольшой истории, насколько я знал. Помнил, конечно, родителей, дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек и все. Я родился и вырос в Украине. По национальности у меня там пересечение нескольких кровей. Насколько я знаю, мои отцы, деды и прадеды никогда не угнетали чернокожих. Никогда. Насколько я понимаю, что мои отцы и деды были христианами. Они пережили голод, голодомор, пережили репрессии, были знакомы с ГУЛАГом, сидели в тюрьмах. Репрессии за веру, за христианство и так дальше. Нас не баловали. В общем, примерно такая моя история. Так случилось, что в некоторых связи с этими событиями мы оказались на этой земле. И тогда я задаюсь вопросом, я должен извиниться за угнетение черных? Я в детстве читал книгу «Хижина дяди Тома» и там под подушкой плакал, так мне их жалко было, перечитывал несколько раз. Да я всегда любил, да мне всегда было жалко, да я всегда переживал за любого обиженного человека. Тем более в такой ситуации. Поэтому извиниться, извините, я пытаюсь, меня учили мыслить логически. Я лично должен за что? Я не чувствую себя виновным и ответственным за то, чтобы извиниться в тех вопросах, за которые ни я не виновен, ни мои отцы не виновны, ни мои деды. Мы жили в Украине, нашу землю во время Отечественной войны накрыли немецкие оккупанты, так скажем. Некоторые из моих родных пострадали, серьезно пострадали в 43-45 году. В 89 году я уехал учиться в Германию. И у меня никогда не было мысли, чтобы немцы передо мной становились на колени и передо мной извинялись. Мне даже такая мысль в голову не приходила, я их не считал врагами. Я как христианин это все давно отпустил, и это все давно прошло, и мы вместе собираемся и служим Богу. И когда мы были на Урале на миссии, очень много немецких миссий и служителей помогали нам вместе в служении достигать людей для Господа. Этот вопрос был решен. Второе. Извиниться за то, что я человек, что у меня белая кожа. Священные Писания говорят, Бог определяет каждому из нас, где родиться, в какое время родиться, и с каким цветом кожи родиться, какой национальности родиться. Мужчина и женщина. Это определяет Всевышний. И так как учит меня мое Священное Писание, я должен принимать из руки Бога то, что есть. Я благодарю Бога за мою национальность и принимаю это. Я благодарю Бога за мой цвет кожи, принимаю это. Я благодарю Бога за моих родителей, принимаю это. Я благодарю Бога за то, что я парень и принимаю это. Если бы я родился в другое время, в другой национальности, в других обстоятельствах, я как христианин, и это принял бы из рук Бога, потому что я доверяю моему Богу. Аминь. Это моя точка зрения. Это моя точка зрения. Поэтому извиняться за то, что я украинец, за то, что я белый, за то, что я мужчина, это, мне кажется, идет в конфликт с Богом. Я так понимаю. Я так понимаю. За это я не должен. За это я не имею права извиниться. Что меня еще попросили? Меня попросили еще встать на колено при этом. Я вдруг заметил, что немалое количество людей, начинается с полицейских, встают на колени перед определенной группой людей и извиняются там за что-то. Ну, извиняются. Второй вопрос. А на колени стоят зачем? Это политика? Не совсем. Это философия? Не совсем. Это исторический контекст? Это попахивает религиозным контекстом. В коленопреклонении уже стоит вопрос некой сакральной позиции твоей. Тогда я задаю, я думаю для себя, я как христианин должен, имею право, обязан преклонить колени перед той, иной, третьей, четвертой группой людей. Я смотрю, что некоторые полицейские не стали на колени. Это их позиция. Я смотрю, что спортсмены некоторые встают на колени, кто-то не встает на колени. Девчонка, которая не стала на колени где-то в королине, ее подхватили, еще как бы вот таким местечковым героем сделали, что не стала. Молодец. В то же самое время в Лос-Анджелесе парень сербской национальности, жена написала в Твиттере, мы не считаем себя обязанными становиться на колени, мы никому ничего не сделали. Ну и парня благополучно уволили из команды. Как бы. Вот такое время удивительное мы живем. И для меня в этой связи немалое количество вопросов. Формула-1, это гонки спортивные такие на машинах, происходит в Европе. Часть команды, это лучшие спортсмены, там все, это спорт, машины миллионные ездят. Нет, перед тем, как ты должен заниматься своим спортом, ты сейчас здесь определись, встаешь на колено или не встаешь на колено. Десять человек встало на колено, а человек шесть или семь не встали на колени. Русский парень не встал. Спросили его, почему ты не встаешь на колени? Он сказал, моя жизненная позиция такая. Я понимаю, что вставать на колени можно только и абсолютно перед Богом. Ну и еще, в крайнем случае, перед родителями. Больше ни перед кем я не вижу практической целесообразности становиться на колени. И этот человек не совсем воцерковленный с нашей точки зрения. Просто у него такая жизненная позиция. Друзья мои, вот в такое необычное, вот в такое уникальное время мы сегодня живем. Читаю новости. Ну, вроде бы мы в прогрессивном штате живем, Вашингтон. Смотрю, где-то там на перекрестках и площадях под улюлюканье толпы палят американский флаг. Ничего. Читаю штат Айова. Небольшой штатик. Небольшая столица такой. Поселок городского типа. Какой-то внутренне такой фундаментальный консервативный христианин. Смотрит на его церкви, где он в детство ходил. Повесили радужный флаг. Сорвался парень, сорвал этот флаг. Где-то куда-то его утащил, сжег. Что вы думаете? Его, конечно же, наказали. Его, конечно же, судили. Ему дали три статьи. Воровство. Вторая статья. Насилие. Третья статья. Ну, палил не так и не там. И вроде как бы мы улыбаемся. Парню дали. У нас в Америке. 16 лет. Я задаю с вопросом, что происходит в моей стране? Флаг моей страны палят? Все нормально. Под улюлюканье толпы. Розовый флаг содрали с церкви? 16 лет тюрьмы. Вопрос. Извините, это практическая жизнь, с которой я пытаюсь разобраться. И может быть здесь сейчас вслух. Потому что это касается каждого из нас. На работе, дома. Вопрос карьеры, вопрос будущего, вопрос жизни. Какую позицию мне занять? Прогнуться или стоять? Промолчать или говорить? Стать на одно колено? Ну, чтобы из команды не выгнали. С работы не уволили. С университета не сократили. Как быть мне? Ситуация, вы чувствуете, непростая. Мы во многом, люди, которые вышли из Советского Союза, мы знаем, что такое диктатура пролетариата. Ну, в нынешнее время мы столкнулись с идеей толерантности. Что такое толерантность? Я должен уважать общее мнение. Мое мнение говорит, что есть мужчина и женщина, которых создал Бог, и они образуют семью. И у них рождаются дети и продлевается род. Мне объяснили, что рядом со мной есть люди, которые по-другому как-то все себе это представляют. Ну, хорошо. Я говорю, но это неправильно. Мне говорили, но ты позволил тоже быть и жить. Ну, хорошо. Мы должны быть толерантны. Пусть они себе позволяют и живут. Но проходит время. Они теперь говорят мне, чтобы я обозначал жизненные принципы так, как эти жизненные принципы видят они. Я говорю, ну, извольте. Я жизненные принципы и тенденции вижу во свете Библии. Они говорят, ну, ты агрессивно ведешь себя. Ты нарушаешь все. И вдруг я заметил, что мы начинаем жить во время диктатуры толерантности. Вначале это было такое пушистое, доброе, уважение ко всем. И вдруг, ладно, после уважения ко всем, мне, я начал испытывать давление. Я начал испытывать диктатуру. И это то, с чем мы сталкиваемся в наших университетах, в наших школах, на наших рабочих местах. Те, которые более-менее между собой работают на стройке, мы это не настолько испытываем. Но там, где учатся наши дети, студенты, школьники, это становится объективной реальностью. Друзья мои, что с этим всем делать? Как на это все реагировать? И, конечно же, есть два мнения. Кто-то говорит, ну, может быть, не стоит обострять ситуацию. Как-то краешком обойти. Кто-то говорит, ну, я должен заявить свою позицию. И вот у меня вопрос. Меня многие спрашивают. И я как-то понял, что мы должны об этом поговорить вместе вслух. Это мы, наши дети, наши семьи, наши отцы. Мы христиане. У нас база и основа. Божий закон и Божье слово. Это наше мировоззрение и это наша позиция. Так вот, интересно, как Библия показывает нам, действовали люди Бога в подобных ситуациях. Я напомню то, что мы хорошо знаем. История Сидраха Месаха Мевдина. Молодые люди, которые сформировались как-то в своем мышлении, вдруг оказались перед ситуацией. Нужно поклониться истукану всем. Ну, понимаете, я практически спрашиваю. Хорошо, тысячи вывалили на площадь. Тысячи начали поклоняться. Парни, можно было просто так пригнуться чуть-чуть, буквой ЗЮ. Почесать в это время пятку, чтобы как-то не выделяться. Смартфонов же не было, вас же никто не снимал. Потом в записи пересматривать никто не будет, как бы. Ну, зачем стоять с гордо поднятой головой? Зачем принципиально стоять? Можно было как-то, чуть-чуть, немножечко? Или нет? Парни не прогнулись. Еще и заявление сделали, когда у них спросили. И у меня вопрос. Они правильно сделали или нет? Ну, конечно, теперь, когда мы читаем Библию, мы знаем ответ. Но тогда, когда им нужно было завтра идти на площадь, это было хорошо или нет? Ну, ладно, мы находим для себя ответ. Радикально. Ну, перед истуканом, ну как же, они же верующие люди. Другая история. Записана в Есфире, третья глава. Какой-то человек, немножечко обезумевшийся, решил возомнить о себе и издал приказ, чтобы ему там все поклонялись. Мы говорим про Амана. И находится эмигрант с ограниченными правами, который оказался в этой стране в статусе раба. Ну, как-то пробился. И он находился где-то там у порога царских домов. Все местные граждане, весь почтенный народ, вся элита столицы, пригинала голову, дабы чего не произошло. И на тебе этот строптивый еврей не поклоняется. Ну, ладно, Мардахей, это твое дело. Как хочешь. Хочешь, поклоняйся. Хочешь, не поклоняйся. Вышвырнут тебя. Жизни лишат тебя. Но когда ситуация развернулась таким образом, что евреи во всей этой земле подверглись гонениям и смерти ради Мардахея. Можно было задать вопрос. Мардахей, ты нас тут, эмигрантов, здесь всех напрягаешь. Ты как ведешь себя? Зачем ты это делаешь? Зачем ты высовываешься? У нас тут и так прав никаких. Мы и так здесь как-то живем потихонечку. Можно было нам потихоньку жить, потихоньку молиться, потихоньку Бога искать. Что ты устроил, Мардахей? Или нет? Вот вы чувствуете, как я мыслю? Как вы мыслите? Интересно ведь? Это была жизнь. Когда мы читаем в библейских картинках, оно так красиво нарисовано. Но это была жизнь. Я расскажу еще одну историю. Подумайте о ней. Снова. Политические игры там в царском доме. Это всегда есть. Знаете, иногда нам кажется, что что-то вокруг нас. Очень часто не вокруг нас. Они там свои разборки ведут. А потом по подзатыльникам попадают всем остальным. То же самое. Из-за политических игр. Наезжают на Даниила. Потому что царь его уважал сильно. И все это подстроили. И создали законы, которые им не нужны. Закон на один месяц. Нельзя молиться и поклоняться никому, никакому человеку и никакому Богу, кроме царя. Когда об этом услышал Даниил, он приходит домой, открывает окна в сторону Иерусалима и молится. Они там пособирались под забором, уши наставили, все понятно. Человек попался. У меня вопрос. Даниил. Некоторые христиане и так раз в месяц молятся. И как-то живут. Некоторые христиане даже на колени не стоят, когда молятся. То в душе, то на велосипеде, то где-то в трамвае, когда едут. И как-то собираются в Царство Божье. Ты три раза в день молился всегда. Ты можешь, ну как бы с закрытыми окнами помолиться. Что так принципиально? Ты можешь этот месяц в уме помолиться. Я вспоминаю всегда эту историю, как папа воспитывал сына. Сын тут скачет, скачет, а он ему говорит, не скачи, сядь седы. Посадил ему. А мальчик сидит и говорит, пап, а внутри я все равно скачу. Ну так же можно, да? Вот месяц вы меня окна закрыли, сел на лавку, все. А внутри-то я молюсь. Господи, внутри-то я к тебе простираюсь. Ну можно так или нет? Но Священные Писания показывают нам эти удивительные истории. И вот в этой связи я задаю вопрос себе и каждому из нас. Где та черта, через которую я не переступлю? Где та черта? Я готов здесь прогнуться. Я готов там. Меня причесывают. Вы посмотрите, друзья. На самом деле обстоятельства сложные. Извините за откровенный разговор. То, о чем мы говорим везде, в социальных сетях, на коридорах, я решил озвучить в церкви. Кто-то верит в маски, кто-то не верит в маски. Ну посмотрите. В христианстве всегда ценилось братское рукопожатие. В христианстве всегда ценилось приветствуйте друг друга лапзанием святых. В писаниях, в иудейско-христианской традиции всегда было так, что родители возлагали руки на детей. Молились и благословляли через возложение рук. Иисус Христос, когда молился за людей, возлагал руки. И даже когда попадались прокаженные, он все равно возлагал руки. Друзья мои, мы осторожничаем. Мы проходим этот карантин сто процентов. Я просто в этом вижу еще другую сторону. Да, это случилось. Да, нам нужно это пройти. Но мне интересно, почему так восстали некоторые силы, которые пытаются нам сделать сушил-дистанцию. Пытаются отделить родителей от детей. Потому что родители заражаются, дети не заражаются. Постараются отделить нас от рукопожатия. Стараются отделить нас от того, чтобы смотреть в глаза друг к другу. Сейчас обсуждаются школы на дистанционном управлении, чтобы дети даже не общались друг с другом. И так дальше, и так дальше. Я задаю вопросы, я из этого не делаю жестких выводов, но я вижу одну тенденцию. Одну тенденцию, что как-то она идет не в пользу христианского мировоззрения. И это подгружается, этот прессинг идет жестче, жестче, жестче и жестче. Мы видим в Калифорнии пляжи переполнены. Но издают закон, чтобы в церквях, ну в крайнем случае, если вы соберете сто человек, поклоняться нельзя, петь нельзя. Вот собраться еще можно, а петь нельзя. Что это такое? Орать, митинговать в центре Лос-Анджелеса можно тысячам людей. А собраться сто или двести человек, помолиться вслух, воспеть Господу нельзя. Это уже как-то не карантин, это уже что-то другое. Это не осторожность, а это уже какая-то диктатура, какое-то жесткое причесывание общества и в том числе нас. И я думаю для себя, да, я одену маску в магазин, там где-то буду дистанцию соблюдать, еще что-нибудь, осторожничать лишний раз. Но я хочу для себя понять, где та черта, когда я скажу, стоп, молиться вы мне не запретите, поклоняться Богу мне вы не запретите. Возложить руки на моих детей и благословить их, извините, пожалуйста, это уже не ваше дело, это я буду решать. Я помню мое детство, мне было 18 лет, когда меня крестили в церкви, в 7 часов вечера. Один из тех, кто крестил, был мой отец. Через час приехала полиция или милиция. Ну ничего, люди шли в воду, рисковали. Люди понимали, что нас не празднуют, люди понимали, что нам одобрения не дают. Мы никогда никакого одобрения нигде не получали, когда собирались то вечером, то ночью, то утром, то в лесу, то в парке, то в огороде. Мы приехали сюда. Я тогда задаюсь вопросом. Мне говорят, всякая власть от Бога. Ну извините, но выходоносор тоже был от Бога. После этого там и каялся, и отступал, и снова повелевал, поклоняйтесь Господу Сидраха Мисаха Евдинага. Ну в какой-то момент приближенные к нему люди сказали, но извини, пожалуйста, на выходоносор, но вот этому твоему закону подчиняться я в принципе не буду. И даже если мне придется умереть, не буду. Знай, царь, это мое дело, не буду. Где эта черта? И почему она так важна? Я напомню еще пару историй, вы все хорошо знаете Библию, просто для домашнего размышления. Есть ситуация. Один из военачальников сирийского войска, прокаженный, помните? Услышал проповедь девочки, пришел, возмущался там все. В результате зашел в Иордан, получил исцеление. После этого выходит. Я перечитываю эту историю несколько раз и задаюсь вопросом. Человек, который не крестился Духом Святым, вводное крещение в завет с Господом не входил, Библию не перечитал ни разу от корочки до корочки, никогда никого из апостолов не слушал. Девочка, девочка еврейская рассказала ему о Боге, и он уверовал. Раз. Второе. Встретился пять минут с пророком, который даже не стал с ним разговаривать, а послал слугу. Но когда он зашел в Иордан, соприкоснулся с силой Божьей, выходит после Иордана, знаете о чем он думает? Он возвращается к пророку и говорит, послушай, как же мне жить дальше, если Бог есть? Мне придется с моим господином зайти в его храм. Я обязан, как его подчиненный, ходить по всех парадных мероприятиях по протоколу. И однажды точно мне придется зайти в храм Рамона, и там мой господин будет поклоняться Богу. Я соучастником буду или нет? Вменится мне это в грех или нет? Вы чувствуете, как мыслит человек? Это очень категорично, это очень консервативно. Это очень принципиально. Человек понимает, что он с Богом, что Бог есть, что нужно ему определить позицию. И кажется, дорогой генерал, чем ты паришь свою голову? Да ты себе в душе тихонько верь, что ты показываешь. Верь, как веришь. Но мы-то читаем Библию, и мы понимаем, что как только уверовал в Господа Нейман, он хотел понять две вещи. Вот это место, где мне нужно поклоняться Богу, а вот это место, где мне нельзя быть и переходить эту черту, нельзя, потому что я поклонник Бога. Вот мне нужно понять эти границы для себя. В Священных Писаниях есть один человек, который точно знал место, где присутствует Бог, но не знал границы и красной линии, через которую он не переходил. Я говорю про Соломона. Он был в присутствии Бога, и слава Божья наполняла его, и Господь присутствовал величественно и могущественно в его жизни. Но случилось так, что когда появлялись женщины, одна, другая, каждая из них, он строил палаточки, строил божество какое-то, ну, ради женщины, как ты не пойдешь, с одной пошел поклонился, с другой пошел поклонился. И заходил настолько далеко, что у Соломона не оказалось черты. Сказать, что Соломон что-то не понимал в Боге, не сказать, прочитайте его притчи. Сказать, что он как-то неправильно понял, прочитайте его, Екклезиаста. Прочитайте, как глубоко он размышляет. Прочитайте то место встречи у алтаря, когда он в смирении не просил, ни богатства, ничего. Говорит Господь, Твое присутствие, Боже, мудрость Твоя добудет со мной. Бог увидел его смиренное сердце и дал ему. Но у человека не было черты, он для себя не прочертил черту, чтобы туда не приступить. Друзья мои, я сегодня говорю о героях веры. Писание потом о них скажет. Это те, которых весь мир не был достоин. Но они решали для себя, как Сидрах, Месах и Авдинага. Мы не знаем, как будут развиваться события. Мы не знаем, какие вещи будут происходить у нас. Но дознает царь. Это мой принцип. Вот здесь я поклоняюсь, здесь я не поклоняюсь. Мы сейчас живем в размытом христианстве. Кто-то сказал такое, бескребетное христианство. Одни христиане позволяют себе участвовать в мероприятиях, какие угодно, которые уже под большими вопросами кажутся, эй, ты же христианин, поклонник Господа, ты что там делаешь? С другой стороны, мы встречаем христианство, вот оно как-то не состыкуется с Даниилом. Даниил боялся пропустить один раз в день поклониться Богу в сторону Иерусалима при открытым окнах. Мы можем позволить себе кататься по всех отдыхах. Но раз в месяц прийти в церковь, это дело чести. Это огромное одолжение. Как-то не состыкуется. Мы можем поклоняться отдыху, поклоняться плоти, поклоняться комфорту, поклоняться какому угодно образу жизни. Но есть радикальное место встречи с Господом, где мы собираемся каждое воскресенье, чтобы поклониться и почтить Бога. Почему это важно, друзья? Мы через минуточку будем молиться. И сейчас приходит такое время, когда каждый из нас, мы должны определиться в нашем поклонении Богу. Чему ты поклоняешься? Как ты поклоняешься? Какой порядок твоего поклонения? Где черта, через которую ты не переступаешь? Ты так живешь, а так не живешь. Ты вот здесь присутствуешь, а там не присутствуешь. Ты поклоняешься здесь, а там не поклоняешься. Твой стандарт и твоя норма. Это крайне важно, друзья, для нас и для наших детей. Почему важно поклоняться Богу? Если мы поклоняемся Богу, если мы в правильных отношениях с Господом, Бог хранит нас, наш дом и наших детей. Евреи, как только переставали поклоняться Богу, в их жизни появлялись идолы, в их жизни появлялись тельцы и рощи, и все что угодно. И как только они отступали от Бога, бедствие приходило на их огороды, на их жизни, на их сады, на их сельское хозяйство, в их дома и в их судьбы. Это объективная реальность. Если мы уходим от присутствия Бога, мы попадаем под замес, под атаки дьявола, проклятие дьявола, стрелы дьявола и разрушение дьявола. У нас нет вариантов святые. У нас есть единственная позиция, это держаться за Господа. Это быть в состоянии поклонения Богу. Что такое поклонение Богу? Давайте мы поднимемся, я обозначу, и мы будем молиться. То, что я вижу из священных писаний, как для себя я это вижу? Поклонение Богу, это, во-первых, я признаю абсолютный авторитет божественной власти, его как Творца и Владыки неба и земли. Абсолютный авторитет. Второе, если он является абсолютным авторитетом, Владыкой и Творцом неба и земли, я принимаю решение почитать абсолютно всей своей жизнью своего Господа и Царя, и Спасителя. И третье, отсюда выход. Если он абсолютный Бог, и я решил его почитать и ему поклоняться, значит, я подчиняю мою жизнь на сто процентов воле Господа. Всем его целям, всем его планам служу ему чистой и доброй совестью на все сто процентов. Познание Бога номер один, почтение Бога номер два, послушание Богу номер три. Это моя практическая жизненная позиция человека, который поклоняется Богу. Я вижу, что в этой позиции я буду в безопасности. В этой позиции Бог будет на моей стороне. В этой позиции Бог будет хранить меня. И в этой позиции я смогу стать перед ними и сказать, эй, друзья мои, я уповаю на Бога моего. И если в этой жизни будет воздаяние, я приму это воздаяние. Если воздаяние будет виной жизни, виной жизни я буду принимать воздаяние. Но Бог мой, Он мой Господь, Он мой Спаситель, Ему одному поклоняюсь, Ему одному служу, ни пред тем больше не преклоняюсь. Он для меня все во всем. Во имя Иисуса Христа. Приходит время, что мы будем радикальны. Приходит время, что мы будем поклоняться Богу небес. Мы будем чтить Бога небес, веровать в Бога небес, служить Богу небес и поклоняться Богу небес. И когда наши дети будут видеть радикальное христианство, они вместе с нами будут идти и служить Богу. По-другому нельзя. Да поможет нам Господь. Мы благословляем Твое имя, Господи. Мы поклоняемся Тебе. Мы чтим Тебя, Бога небес. Господи, мы чувствуем, что мы живем в смутное время. Мы чувствуем, что приходят непростые времена. Мы чувствуем, что мир, грех и дьявол начинают проверять нас на прочность. Мы испытываем давление, мы испытываем прессинг. Господи, и сегодня где-то внутри мы чувствуем возмущение в Духе Святом. Благослови нас, быть верными. Благослови нас, быть твердыми. Благослови нас, быть мужественными. Наполни нас Духом Святым. Дай основание Твоего Слова, Господь, и в этом утверждаться, и в это веровать, и за Сим следовать. Да будет благословенно и прославлено Твое имя, Господь. Царь и Бог наш, Вседержитель наш, прославься через Твой народ. Почти Твой народ, возвеличься в Твоем народе и весь славу Твою в Твоем народе. Мы нуждаемся в сверхъестественных делах Твоих. Да будет имя Твое благословенно, Господь наш. Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...